А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Кто знает, что это такое, получит приз. Что здесь на литом? Не знаю. По-моему, какой-то мятный лепест. Совсем почти не угадал. Привет! Меня зовут Роман Таршиня. Сегодня я расскажу вам такую маленькую уличную историю израильскую. Если забыть о том, что в Израиле есть дорогие рестораны, шавармины, отели, бары и так далее, а просто идти по улице и проголодаться, то существует обычно несколько вариантов перекусить. И даже в любом киоске, в котором продаются сигареты, а в тех киосках, в которых сигареты продают старые дедушки восточного вида, обычно вдобавок к сигаретам можно купить два вида такого быстрого сладкого перекусона. Один называется Малаби. На арабском это Магалабия, насколько я знаю арабский. И обычно этот десерт подается холодным. Второй вариант называется Сахлав. Сахлав в наиболее это орхидея. Это такой горячий напиток с кокосовой стружкой внутри. А делается он из порошка, приготовленного из орхидеи. Поскольку порошка, приготовленного из орхидеи в Москве не найдешь, сегодня мы сделаем Малаби. Холодный молочный сливочный пудинг. Мой вариант Малаби таков. Сливки, молоко, шафран, мускатный орех, а дальше сами увидите. Сначала я скипячу стаканолары. Добавлю туда, пока он скипает, добавлю немножко шафрана. Сейчас, смотри, прямо сразу будет цвет виден. Шафран. Немного мускатного ореха. Посмотри, уже, уже, уже цвет от шафрана. Хорошая горстья сахара. Это сладкий пудинг. Еще немножко. Ждем, пока все это закончится. Тем временем, сливки. В соотношении сливок и молока в моем рецепте один к одному. Стакан сливок. Жирных сливок. Полезных. И крахмал. Ложка крахмала с горкой. Сейчас моя задача полностью растворить кармал сливками. Я желаю, чтобы молоко закипело. Сахар растворится. Вот здесь. Когда молоко закипит, я волью в него сливки с крахмалом. Подержу еще самую малость на огне до загустения. А потом разолю вот в такие ломочки. Уменьшим огонь. Постоянно помешиваю. Постоянно помешиваю. И скопал. Сейчас прямо на глазах изумленной публики. Загустеет. Загустеет. Или загустеет. Нет. Загустеет. Станет густым. Смотрите, загустевает. Загустевает. Густеет. Густеет. Еще секунда. Минута. Две минуты. Попробуем минуты. Главное не пропустить момент, когда оно густое, но не слишком. Загустевает. 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 В общем, где-то в состоянии жидкой каши или заварного крема. Это то, что нам нужно как раз. Сняли с огня. Густо. Мучо густо. Мучо густо. Мучо густо. Мучо густо. Мучо густо. В формочках. Молодец. Пролезь в холодильник. До полного остывания. Когда он остынет, все готово. Как говорится, я заранее приготовил пару таких. Ты знал. Да, я знал. Видите? Пудинг. Это желе. Пудинг. Немаловажная часть этого пудинга, это его соус. Обычно соус состоит из нескольких ингредиентов. Крутой сироп. Что значит крутой сироп? Это когда по объему стакан воды и стакан сахара. Вот это крутой сироп. Видите, он такой густой тоже. Тяжелый. Heavy. Сироп Гринадин. Гринадин это якобы гранатовый сироп. Розовая вода. Несколько капель буквально. Такой густой сироп. Когда они не злоупотребляешь, то это добавляет целый оттенок соусу. Перемешиваем. Теперь этим самым розовым сиропом заливаем малови. Малови. Красиво. Да. И посыпаем тертым кокосом и молотыми зелеными фисташками. Продолжение следует. Как вы думаете, мы можем предложить этому своему сиропу? Давайте попробуем. Тавиль! Да! Хочешь вкусненького? Папа сделал пудинг? Ну как? Ну как? Вкусно? Мама Малаби Вкусно, пап На здоровье! Малаби